Церковная музыка Церковная музыка Церковная музыка Церковная музыка Впервые на концерте в исполнении хора Спаса Вознесенского собора прозвучали и русские народные песни. Мы привыкли уже слышать в исполнении хора Спаса Вознесенского собора русскую классику. А вот сегодня для нас впервые была представлена еще программа народных песен. И я полагаю, что в год, который был президентом объявлен как годом культурного наследия народов, это особенно важно, потому что мы должны знать свои истоки, мы должны знать свое народное творчество, мы должны полюбить традиции, любить свой язык, любить свою музыку. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Не так давно смешанный хор Кафедрального Спаса Вознесенского собора стал лауреатом второй степени среди больших смешанных хоров Второго Патриаршего фестиваля духовной музыки «Свет Христов». В числе победителей хор принял участие в Патриаршем богослужении и концерте лауреатов в Храме Христа Спасителя в Москве. Солистка хора Маргарита Григорьева была удостойна специального диплома за выразительное исполнение и вокальное мастерство. Солистка хора Маргарита Григорьева Искусство исполнения духовной музыки требует постоянного совершенства работы над собой и над новым репертуаром. Реген смешанного хора Спаса Вознесенского кафедрального собора Роман Хитёв отмечает, что подобные концерты позволяют оттачивать хору свое мастерство, а слушателям прикоснуться к прекрасному. Сегодня мы со смешанным хором Спаса Вознесенского кафедрального собора провели концерт, который включал в себя сочинения как литургические, сочинения духовной музыки, так и светские сочинения, русские народные песни. И, например, мы исполнили сегодня сочинение Георгия Свиридова «Любовь святая». То есть достаточно широкая стилевая палитра была представлена. Концерты эти нужны для того, чтобы, ну, во-первых, познакомить как можно большее количество людей с образцами, лучшими образцами русской классической церковной музыки, ну, а как в сегодняшнем концерте, еще и с замечательными обработками русских народных песен. Я считаю, что это во всех отношениях полезная вещь, и мы будем стараться и дальше проводить подобные мероприятия. Концерт посетили представители духовенства и миряне Симбирской епархии, деятели культуры и искусства, жители города. Никто не остался равнодушным в этот вечер. Впечатление от прослушанного пения смешанного хора Спаса Вознесенского собора бесподобное, потрясающее и однозначно неизгладимое. Это целая планета. Да что там планета? Это целая вселенная. И вот мы, прихожане Спаса Вознесенского собора, счастливы от того, что имеем возможность слышать, слушать и слышать пение духовных произведений во время богослужений утренних и вечерних. Ощущение полноты жизни, наличие ее цели и смысла, понимание счастья и того, что жизнь есть важнейшая тайна, все это дает духовная музыка своим слушателям. Хочется верить, что подобные концерты помогут людям увидеть и услышать красоту православия. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская метрополия. Конечно, иерархии надо учить родительским примером, безусловно. Мама сказала, как папа скажет. Папа сказал так, даже если она не согласна. Значит, мы сделаем так. Потом уложить детей, и можно с папой поспорить. Отцы должны понимать, что вообще любая власть церкви – это власть по Христову образцу. То есть, это власть, восходящая на крест. У нас был такой пример, когда один молодой отец, очень любивший домострой, так кричал на жену и бил кулаком по столу, что сломал себе руку. И потом ходил два месяца с таким покаянным назиданием. Даже что-то написал на гипсе левой рукой, что помню. Но действительно, эта картина подавления жены для того, чтобы направить ее в Царство Божие, она очень распространена к несчастью, но это совершенно не так. Нет власти ради власти в церкви. Власть в церкви и в малой церкви ради того, чтобы поступить правильно. И вот это очень важно. Очень важно, что отец должен уметь услышать, кто советует правильный поступок, и поступить не по-своему, а правильно. То есть, если правильно сказала жена, если правильно сказала теща, если правильно сказала ребенок, когда отец скажет, мы поступим вот так, потому что так разумнее, его значительно легче слушаться. Потому что в его власть не включена его гордыня. Там есть два мнения, мое и неправильное. Вот это отсутствует. Его значительно легче слушаться. Еще очень важно, чтобы родители умели просить прощения у детей. Это никак не роняет их авторитет, только поднимает. Почему? Потому что если, допустим, я впал в раздражение, наорал на ребенка, то я нарушил закон, на основании которого я его воспитываю. Я ему говорю, вот ты должен меня слушаться, потому что Бог так сказал. И при этом ребенок понимает, что я сам грешу, нарушаю этот закон, и ничего не работает. Но если я потом пришел и сказал, сыночек, прости меня, он понимает, что закон и надо мной тоже есть. И я не для себя, для утверждения своей власти этим пользуюсь, что бывает довольно часто. Потому что я действительно его признаю. Если папа признает закон, и мама признает закон, тогда, конечно, и ребенку легче значительно слушаться. Поэтому я считаю, что просить прощения и у супруга, и у ребенка обязательно надо, если виновата. Это не мешает, это только помогает. Что, конечно, еще очень важно. Важно построить глубокие сердечные отношения. Вот сейчас у нас обычно происходит так. Родители вкалывают, ребенок вошел в переходный возраст и вообще перестал быть управляемым. То есть это как машина, у которой ты кручишь руль, а колеса вообще едут куда хотят. Почему ты начинаешь что-то говорить ребенку, он тебя не слышит? Если то же самое может сказать ему какой-нибудь там Петя из класса, он скажет, ну как интересно мне Петя сказал. Сыночек, я тебе говорил 10 раз. Нет, папа, ты этого не говорил. То есть весь твой авторитет подвергнут сомнению, как и все авторитеты. Как и авторитет духовника, церкви, Бога, отечества. Вот все вместе сразу. Это процесс законный, когда ребенок должен сам построить свои отношения с окружающим миром, с Господом, войти в обладание своей свободой. Но просто он происходит очень уродливо. Когда он начался, кусать локти поздно. К этому надо готовиться заранее. Вот подготовкой для того, чтобы ребенок мог вас слышать, является построение крепкой сердечной связи. Крепкая сердечная связь с ребенком не строится. Если вы его обуваете, одеваете, оплачиваете школу, возите в кружки. Вы все это должны. И ребенок может быть вам благодарен тогда, когда станет благодарен, когда он начнет вкалывать на своих детей. Он скажет, ничего себе, папа и мама-то для меня сколько делали. За что будет благодарен ребенок? И почему он будет слушаться родителей? Он будет слушаться родителей, если он был родителям интересен сердечно. То есть, если отец с ним проводил время в том, что ребенку важно, захватывающе и интересно. Я понимаю, что я своему отцу интеллектуально не интересен. Но если он со мной играет в футбол с маленьким, рассказывает мне сказки, строит со мной баню, ходит со мной в лес, в походы или что-то еще делает, я понимаю, что я ему важен сердечно. И это и есть созидание той самой связи. Если он читает со мной книги или что-то еще делает. Вот он спустился в олимпо, сел на краешек кровати, там после молитвы погасил свет и начал мне рассказывать. И это позволит вам, когда придет переходный возраст, вот этот канат, связующий наши сердца, натянется, но он не разорвется. У меня есть мое ноу-хау, я его всем советую. Я считаю, что это достаточно просто и нужно только время и желание. Это многосерийные сказки, приключенческие саги. Мы все равно настолько интеллектуально превосходим своих детей, что мы всегда сможем сконструировать интересный рассказ, даже если мы не очень хорошие рассказчики для своих сверстников. Берется сериал или книга, берется эпоха, которая вам нравится, вы погружаете туда ребенка, вы берете двух-трех героев его возраста, и у вас начинаются приключения. Например, это может быть эпоха викингов, похищенный мальчик на корабле. Это могут быть мальчики, которые уплыли на плоту в X веке, в XI веке, для того, чтобы доплыть до Киева и войти в дружину великого князя. Любой человек, я считаю, что родители же раньше на Руси всегда детям сказки рассказывали, и все, и ребенок ваш совершенно. Вот он, вы для него первый авторитет. И потом он входит в переходный возраст, и все с ним на... Ну, то есть с ним, конечно, не все нормально, но вы с ним всегда сможете все обсудить. Он всегда будет ваше мнение слышать. Субтитры создавал DimaTorzok